Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем нашу серию коротких технических обзоров шпаргалок, куда смотреть при выборе того или иного поддержанного автомобиля. И сегодня в нашем ролике один из очень популярных на вторичном рынке минивэнов. По соотношению цена-качество очень даже неплохой автомобиль, а именно Nissan Sirena в кузове C26. Автомобиль в данном кузове выпускался с 2010 по 2016 год, имел один единственный двигатель, двухлитровый бензиновый, в разных вариантах мощностного исполнения, в зависимости от того, полный привод или передний, также была гибридная версия. В нашем случае автомобиль 2015 года выпуска, передний приводный, не гибридный, обычный бензин. Итак, начинаем осмотр. Традиционно первый объект нашего внимания это кузов. Что касается кузова и качества покраски. Слой окраса на Sirena не превышает, как правило, 90-100 микрон. То есть кузов крашен достаточно тонко. 80-90 это абсолютно стандартная толщина. На окраске ниссановцы сэкономили. Соответственно, слой ЛКП достаточно тонкий, покрывается скольчиками достаточно быстрыми, царапками. Эти моменты требуют, определенно требуют своевременного ухода. Из зон повышенного риска образования ржавчины стоит отметить задние арки. На них стоит обратить пристальное внимание при осмотре. И также на Nissan Sirena, именно в 26-м кузове, существует одна очень характерная проблема. Касается она коррозии, которая начинается под пластиковой накладкой на пятой двери. Соответственно, совет всем будущим владельцам Sirena, при после покупки, после приобретения автомобиля, снимите эту накладку, обработайте антикоррозийкой пространство под ней. И как вариант, попробуйте что-то подложить между накладкой и кузовом. А причина появления коррозии под этой накладкой заключается в том, что между пластиком и металлом есть зазор. Соответственно, при эксплуатации автомобиля накладка может вибрировать, натирает краску, и, соответственно, в этом месте появляются рыжики. Естественно, никто не отменял необходимость проконтролировать состояние порогов, как при осмотре внешне, так и при последующем осмотре на подъемнике. Также, на что стоит обратить пристальное внимание, если вы смотрите автомобиль, оснащенный электродверью боковой, а ее может быть одна, либо обе двери могут быть электрические, обязательно проверьте оба механизма на исправность работы. Тяжелые двери на Nissan Sirena, если они использовались достаточно интенсивно, и при этом механизм открывания дверей не обслуживался, то есть на обслуживание просто забивали, может преподнести малоприятный сюрприз в виде последующей дорогостоящей достаточно восстановительной работы. Проверьте работоспособность электродверей в обязательном порядке. Перед тем, как переходить к дальнейшему осмотру автомобиля, обязательно проведите сверку номера двигателя с номером в документах и также номера кузова. Вина здесь нет, автомобиль японский, соответственно, есть фрейм. Номер двигателя на моторах MR20, устанавливаемых на сирену, расположен в эталонной доступности, его видно сверху просто при помощи фонарика. Выбит он на наклонной площадке на стыке блока двигателя с коробкой передачи. Основной номер кузова на сирене C26 выбит на водительском пороге. Чтобы до него добраться, нужно будет снять пластиковую заглушку при помощи шлицовой отвертки. Итак, теперь поговорим о том, что ждет нас под капотом данного автомобиля. Под капот Nissan Sirena в 26-м кузове, как уже было сказано вначале, устанавливался один-единственный силовой агрегат. Это двухлитровая рядная четверка, называется он MR20DD. Суффикс DD указывает на то, что данный двигатель имеет систему прямого впрыска топлива с ТНВД под большим давлением. Мотор этот очень распространенный, очень популярный. Помимо автомобилей Nissan, то есть Sirena, Qashqai, X-Trail, он устанавливался еще в достаточно большое количество моделей Renault. Он только назывался, он там по-другому. Двигатель этот цепной. Цепь на MR20 выхаживает порядка 150 тысяч километров, после чего может подрастянуться, заявив о себе характерным звуком. Цепь меняется, двигатель ходит дальше. Забегая вперед, скажем, что двигатель сам по себе достаточно ресурсный. Были прецеденты, когда двигатель выхаживал 250 и под 300 тысяч километров. Но есть пара особенностей. Одна особенность данного двигателя заключается в том, что мотор этот очень сильно не любит длительных интервалов замены масла. Конструктивное исполнение маслосъемных колец таково, что, как правило, к 200 тысячам километров пробега они имеют тенденцию залегать. Соответственно, данный двигатель может начать подъедать масло. Масло в него заливается 3,8 литра, это достаточно немного, поэтому, если вы эксплуатируете Nissan Sirena, заведите себе привычку регулярно уровень контролировать. Производитель установил для данного двигателя регламент допустимого расхода масла на угар порядка 500 грамм на тысячу километров пробега. Но, как уже было сказано, проявляется это где-то к 180-200 тысячам при условии, что до этого масло в двигателе меняли своевременно и заливали масло качественное. Масло 5,30. Из элементов, усложняющих конструкцию двигателя, в данном случае можно отметить только два фазовращателя на впускном и выпускном валу. Однако, как показала практика, особого внимания к себе муфты ВВТА в данном случае не требуют. Также к характерным особенностям МР-20 можно отнести отсутствие в двигателе гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Соответственно, данная процедура выполняется вручную регулировкой при помощи подбора соответствующей шайбы. А регламента какого-то, как на Хондах, например, производитель не устанавливает, но в данном случае действовать придется по симптоматике. Определили повышенную шумность работы двигателя, сделали регулировочку клапанов, эксплуатируем мотор далее. Также на МР-20 к одной из особенностей двигателя относится несколько затрудненный доступ к свечам и катушкам зажигания. Чтобы добраться до них, необходимо демонтировать полностью впускной коллектор. С заменой свечей на МР-20 связан еще один момент, который надо обязательно иметь в виду. При установке и затяжке новых свечей, затягивать их необходимо строго динамометрическим ключом, не превышая допустимый момент затяжки. В противном случае возможно растрескивание головки блока цилиндров, которое приведет, соответственно, либо к последующей замене самой головки блока цилиндров, либо полностью замене двигателя на контрактный. Что касается различий между версией полноприводной и моноприводной, на моноприводной версии двигатель развивает 147 лошадиных сил, на полном приводе он чуть-чуть придушен, мощность составляет 144 лошадиные силы. Отдельно надо отметить особенность гибридных сирен в кузове C26. В данном случае ниссановцы применяют аббревиатуру S-гибрид, то есть Smart Hybrid или Simple Hybrid, то есть умный гибрид, либо простой гибрид. Не следует путать сирену с такими автомобилями, как Toyota Prius, Lexus RX400H и так далее, то есть гибридами от Toyota. Здесь все реализовано по несколько иной схеме. Визуально под капотом такая сирена будет отличаться наличием двух аккумуляторов. Все, что сделали в данном случае ниссановцы, они заменили обычный генератор на специальный мотор-генератор, который помимо исполнения основных функций, то есть зарядки аккумулятора, может также возвращать часть мощности на коленчатый вал двигателя, подкручивая его, когда это необходимо. Мощность этого дополнительного мотора составляет 2,5 лошадиные силы и крутящий момент порядка 50 ньютон-метров. То есть мощность абсолютно неощутима, прибавка, но прибавка в крутящем моменте это около четверти. Соответственно электромотор помогает вам при разгоне газ в пол, при трогании с места, позволяет экономить топливо. Гибридные сирены бывают только переднеприводными, едут они пошустрее, чем свой чисто бензиновый аналог, и расход топлива на таких автобусах достаточно скромен. В остальном все так же традиционно. Бензиновый двигатель, вариаторная коробка передач и отсутствие блока батарей. Также MR20 может преподнести небольшой сюрприз в виде плавающих оборотов холостого хода, но, как правило, на этих двигателях все решается чисткой дроссельной заслонки и ее последующей адаптацией. И может посвистывать приводной ремень. Вот, пожалуй, и все. В основной своей массе автомобили в этом кузове приходят к нам без пробега по России, то есть с Японии. И, как правило, каких бы то ни было проблем по моторам, по течам с двигателя практически не встречается. Что касается рулевого управления, рейка на сирене в 26-м кузове электрическая. По некоторым статистическим данным ресурс ее составлял порядка 80-90 тысяч километров до появления первых стуков. Но большая часть автомобилей, которые попадают к нам из Японии, как правило, этот пробег уже перевалили, а некоторые изрядно перевалили. И, соответственно, эти рейки уже либо ремонтированы, либо заменены. Но, забегая вперед, скажу, что стоимость рейки на сирену, контрактной рейки, достаточно скромная. Поэтому в данном случае пугаться возможных стуков и потенциальной замены рейки не нужно. Итак, переходим к осмотру автомобиля снизу на подъемнике. Плюсом здесь является то, что на сиренах, которые приходят к нам из Японии, никогда не бывает установлена защита двигателя. Соответственно, весь агрегат виден и прекрасно доступен для просмотра. Обращаем внимание на характерную для двигателя МР-20, так же, как для более объемного старшего собрата КОР-25 проблему. Это запотевание либо подтек лобовины, то есть передней крышки мотора, которая прикрывает механизм ГРМ. В данном случае у нас присутствует подтек незначительный. То есть патологии это вмешательство пока не требует, но в последующем можно будет переклеить эту самую лобовину, обновив герметик. Для МР-20, как я уже сказал, эта проблема встречается достаточно часто. Далее обращаем внимание на то, чтобы на стыке двигателя с коробкой передач все у нас было сухо, то есть не бежали ни сальник гидротрансформатор со стороны коробки, ни сальник коренной, задний сальник коленчатого вала. Что касается передней подвески, здесь она выполнена по схеме МАК-Ферсон, достаточно простая. Отметить стоит следующее. Посмотрите, проконтролируйте состояние сайлент-блоков передних рычагов. Также обратите внимание на то, как себя чувствуют сайлент-блоки подрамника. И единственным заковыристым моментом по передней подвеске сирены является расположение переднего стабилизатора. Втулки стабилизатора имеют ресурс порядка 30 тысяч километров. Естественно, многое зависит от того, как вы автомобиль эксплуатируете, где ездите, какого качества дороги. Рассчитан он был, напоминаю, на японские. Соответственно, втулки стабилизатора стоят копейки, но работа чуть дороже. Почему? Потому что, чтобы добраться до стабилизатора, придется частично демонтировать, опустить подрамник. Это одно из, скажем так, неудобств, связанных с особенностями конструкции подвески. Также стоит отметить, что в случае, если вам необходимо поменять ступичный подшипник на сирене, неважно, передний или задний, имейте в виду, что ступицы выполнены неразборными. То есть, менять вы будете весь ступичный узел в сборе. Но, опять же, если посмотреть на стоимость этого самого ступичного узла, то ничего страшного в этом, по сути, нет. Что касается задней подвески Nissan Sirena, здесь у нас применена балка. Схема примитивнейшая. По сути, ломаться здесь особо нечему. А обратите внимание на состояние сайлинг-блоков самой задней балки. Основных больших резинок в данном случае, они имеют надрывы и подлежат замене. Не прям срочно, но желательно, конечно, заменить. Также можете посмотреть, чтобы не бежали амортизаторы. Все, по сути дела, больше сзади, в задней подвеске тут делать нечего. Также при осмотре автомобиля снизу, обращайте пристальное внимание на состояние порогов кузова и днища самого кузова. Особенно, что касается задней части автомобиля. Также, если вы рассматриваете к приобретению полноприводную версию Sirena, то обратите внимание на люфты крестовин на кардане. Обратите внимание на состояние подвесного подшипника, на состояние демпфера кардана. И плюсом добавится задний редуктор. Состояние сальников заднего редуктора также необходимо проконтролировать. Что касается самой схемы исполнения полного привода, на данной генерации Sirena полный привод подключается при помощи электромагнитной муфты, расположенной перед задним редуктором. Соответственно, схема идентичная тому, что используется на X-Trail Qashqai, только без возможности ручного управления. То есть, вы не можете принудительно заблокировать эту муфту, вы не можете принудительно оставить автомобиль переднеприводным, а муфтой будет ведать автоматика. Имейте в виду, что на работоспособность данной системы оказывает большое влияние система ABS и ее датчики. Соответственно, плохой контакт либо обрыв где-то на датчике ABS, полный привод у вас работать не будет, пока вы не найдете проблему и не устраните ее. Также стоит помнить о том, что наличие полного привода не делает Nissan Sirena внедорожником. Если вы хотите эксплуатировать автомобиль вне дороги, по большей части, рассмотрите к приобретению Mitsubishi Delico, которая под это дело заточена. Nissan Sirena на полном приводе – это все так же чисто городской трассовый автомобиль, и полный привод здесь нужен в основном для большей уверенности при трогании на скользких покрытиях, а вовсе не для внедорожных вылазок. Что касается коробки передач Nissan Sirena, неважно, полный привод здесь или передний, здесь безальтернативно будет стоять вариатор, фирменное Nissan X-Tronic. Коробка эта достаточно ресурсная, именно на Sirena проблем с ней особо не бывает, нам, по крайней мере, за 4 года работы они не попадались. Общая рекомендация – меняйте масло в вариаторе раз в 40 тысяч километров пробега вместе с фильтром, и, в общем-то, коробка будет жить у вас долго и счастливо. Не тот двигатель, чтобы своим бешеным крутящим моментом ее лишний раз рвать. Единственное, о чем стоит сказать, на автомобилях свежих годов у Nissan больше нету щупа на коробке. Если вы возьмете, для примера, Qashqai в кузове G11, то при попытке извлечь щуп коробочный, который вроде визуально там присутствует, когда вы ее достанете, вы обнаружите там просто обычную заглушку, соответственно, при покупке Sirena, моя рекомендация – поменяйте масло в вариаторе сразу же, заодно выставьте уровень по сливной-заливной пробке и эксплуатируйте автомобиль уже с пониманием того, что в ближайшие 40 тысяч километров пробега обращаться к этой теме вам больше не придется. Друзья, ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам в чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на подъемнике в наших следующих обзорах. Всего вам доброго, удачного дня, пока! 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 Пока!